Реклама Каждый из них должен набрать в свою поддержку не меньше за 100 тысяч подписов граждан За тем, как этот процесс, называли наши корреспонденты Наталья Явсеенко – наставник музыки у одной из гомельских школ В этом году свой летний отпочинок вырешила присвятить головной громадско-политической подеи у жизни краины Здравствуйте, это инициативная группа по сбору подписей в поддержку кандидатов президента Республики Беларусь Пожалуйста, пожалуйста Семейная пара пенсионеров Дикун побачила уже теня мало Иван Антонович прошел всю айчинную войну И он отправился на фронт доброохвотником и сустрел перемогу под Берлином Последний час працавал у лесной господарцы, становившим справу экономиц и текавица и зараз Безусловно, политика построить не на измах, капитализм или социализм, а на интересы народа А это можно только повышением эффективности использования государственной собственности Не разрушать, как говорится Ну и дай Бог, чтобы нашим детям, чтобы они не знали войны Потому что вот как на Украине, там же брат на брата идет Как это в Библии писалось, что будет такое Такое нельзя допускать Вот поэтому у нас, слава Богу, жить можно Ветеран войны Василь Корниенко с выбором своего кандидата так само вызнашился И докладно ведая, яким поменен быть президент сучасной Беларуси Это человек, наш настоящий такой человек, о чем думает, он говорит У докладняющей пашпортной дадины Наталья заполняет подписный лист Напереди еще десятки таких же визитов У том, что это недаромная справа, она не сомневается Про мотивацию каже лаконично Ну если не я, то кто? А я считаю, что так я внесу маленькую лепту в будущее своей страны Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель» Беларусские аграры намолотили больше за 1 миллион тонн сборжа Об этом свечит оперативная информация Министерства сельской господарки и харчевания на сегодняшнюю ранницу Так, на данный момент огульно-республиканский каравай складает около 1 миллиона 250 тысяч тонн Лидером по намолоту з'является Гомельская область Аграры нашего региона намолотили треть, больше за 400 тысяч тонн При этом уборочная на Гомельщине уже наблизилась до экватора Убрано больше за 160 тысяч гектаров Лидерами по темпах работ з'являются господарки Рогачевского и Жлобинского районов Тут убрано больше за 60% палетков Середняя уроджайность – 25 центнеров с гектара Максимальная по раннейшему у Добружским районе – 35 центнеров Выники службовой деянности за первое погодие подвели работники Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области За 6 первых месяцев 2015-го в ведомстве было выконано на 30% доследований больше, чем за попередний аналогичный период Огульная колькость экспертиз, которую в первом погоде довелось выконать супрацовникам комитета, больше за 30 тысяч Всяродых – судово-медицинские экспертизы, их доля самая великая – маль 60% Затем идут криминалистичные, судово-психиатричные, специальные и техничные экспертизы Рост колькости проведенных доследований замоцовался в этом погоде на отзнацию 5,2% Что тлумачится активизацией працы специалистов комитета Повеличением колькости своротов по проведению экспертиз сбоку правоохранных органов И повеличением заяв от населенства на оказание послуг С початку года специалистами Держкомитета было выконано около 400 платных доследований В бюджет перелечено больше за полмиллиарда рублей С 26 липня у ВНУ Украины ожитявляется додатковый набор на бюджетные места Яке засталися вакантными после основного набора абитуриентов Прием документов протягнется до завтрашнего дня Залечение отбудется 29 липня Як означали у Министерства едукации Республики Беларусь Селит у абитуриентов значно высшайшие баллы по выниках централизованного тестирования Чем у потенциальных студентов 2014 года В связи с чем, зараз большевысокая конкуренция при поступлении Однако при этом у некоторых ВНУ Украины покольно зряется недобор на бюджетную форму навучания В середнем вакантными застаются от 1 до 3 месяцев Например, в нашем регионе на додатковый набор Чекаются абитуриентов в Гомельском державном техническом университете имя Сухого Всю информацию можно отримать на сайте навучальной установы По традиции в эти дни телерадиокомпания «Гомель» проводит фестиваль талентов на Пушкина 8 Звыклая студия областного телебачения на некоторый час перетворяется не только в пляцовку для обмеркования «Оле» И в место для выступлений На протягу некоторых недель глядача телеканала «Беларусь-2» Чекает знакомства с творчими коллективами Гомельщины, Выконавцами и артистами, Лауреатами специального фонда президента Беларуси по поддержке талиновитой молоди На этот раз ключевые эксперты в студии ток-шоу «Пушкина 8» Кировники Гомельского областного лицея и областного палаца творча сидят сей молоди Глядите новый выпуск с цикла «Фестиваль талентов» на Пушкина 8 Сегодня у 18.10 на Беларусь-2 Лето, який сезон отпочинка у самом разгаре Многие уже поспели побывать на курорте А для тех, кто только сбирается отправиться у подорожа, есть добрая новина Ювелирные осетки «Золотая мара» и «Царское золото» разыгрывают 100 путевок у Турцию Об положениях конкурса и одним из этапов розыгрыша, Який напереды не отбылся у Гомели, у сюжете Вероники Ворошилиной Акция «Настоящий отдых», организованная совместной ювелирной сетью «Золотая мечта» и «Царское золото» Это уникальная возможность для жителей нашей страны отправиться на отдых в Турцию абсолютно бесплатно 50 счастливчиков розыгрыша уже определены, еще столько же путевок ждут своих обладателей До 6 августа каждый, кто приобретет у нас любое украшение или швейцарские часы От 500 тысяч белорусских рублей заполняет анкету и становится участником розыгрыша В Гомеле розыгрыш 25 путевок в Турцию проходил на проспекте Ленина 63 возле магазина ювелирных изделий «Золотая мечта» Его сотрудники подготовили для горожан ряд приятных подарков и сюрпризов Прямо на улице мимы забавляли прохожих Представительниц прекрасной половины человечества радовали живыми цветами Забавный бегемотик с логотипом «Золотая мечта» заряжал всех позитивом и охотно фотографировался с прохожими Мероприятие получилось масштабным и зрелищным Я подошла, мне дали подарочки розочка, шарик и всего лишь за селфи Мне дали карточку, очень весело, да Побольше бы таких, да, акций, праздников По итогам розыгрыша в Гомеле счастливыми обладателями 25 путевок в Турцию Стали жители из самых разных уголков нашей страны Оказалась среди них и единственная гомельчанка Вы стали победителем, мы вас поздравляем, вылететь в Турцию от «Золотой мечты» абсолютно бесплатно Ваши эмоции давайте немножечко погромче, вас сейчас слышит полгорода Супер, ну, как бы я отдышал, а пока еще сижу как истукан Между тем, в день розыгрыша магазин ювелирных изделий «Золотая мечта» на проспекте Ленина 63 Удивил всех своих покупателей грандиозными скидками Цены на весь ассортимент были снижены вдвое Серьги, кольца, цепочки и многие другие роскошные драгоценности здесь можно было приобрести с 50% скидкой Изысканные изделия из золота и серебра и небывалые скидки на них изрядно порадовали покупателей Все понравилось, и обслуживание, и скидки очень приятные, и покупкой довольна Муж подарил на годовщину нашей свадьбе сережечки Совершенно случайно зашла и купила себе сережки, очень понравилось Заполнила анкету, будем надеяться, что что-нибудь выберет Акция «Настоящий отдых» и розыгрыш путевок в Турцию продолжается Спешите порадовать себя приятными покупками в ювелирных магазинах «Золотая мечта» и «Царское золото» А вместе с тем получить шанс бесплатно отправиться на курорт Следующие 50 путевок в Турцию будут разыграны в Минске 1 и 8 августа Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель» Их это была пушная информация о выпуске Для вас порцевал Александр Хамоля Добрых вам новинов и до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok